Добрый день всем, кого не видел еще. Готовы начать? Всех коллег позвали своих? Как-то после перерыва не очень быстро все собираются. Меня зовут Дима Лобосев, я работаю в компании Scrum Track. И последнее время очень много крупных компаний задумываются на тему внедрения изменений в свои процессы. Я бы как раз хотел вам поговорить, вам вернее рассказать, поговорить с вами про наш опыт и может быть какой-то найти у вас, к тому, что я буду говорить, какой-то отклик про вашей компании. Скажите, пожалуйста, какое слово из заголовка вас больше всего заинтересовало? Почему вы пришли сюда? Трансформация, крупные компании. А кто из крупных компаний, кстати? Из IT, ну из DITO, да? Так или иначе. Окей. Так. Трансформация, крупные компании. А паттерны не заинтересовали? Паттерны заинтересовали, да? Хорошо. Я не придумал другого слова, но в общем идея такая. Я бы не хотел теоретизировать, скажем так, да? Я бы хотел вам… Ну я покажу не то, что я там намеревался это сделать, я это сделаю. Покажу вам конкретные примеры, как и что можно сделать. И понятно, что в том виде… Вот знаете, у меня последовательность есть слайд в презентации. Понятно, что вы не сможете брать прямо и все делать 1, 2, 3, 4, 5 и достигнуть какого-то успеха. Это вроде бы очевидно. Но зато вы можете взять какие-то отдельные моменты, отдельные мысли, пойти и попробовать себя их внедрить. Ну давайте тогда начнем. Что же там? Поскольку нас мало, я вот стою вроде бы близко к вам, вы задавайте тогда вопросы, ладно? Походу. Чтобы у нас был с вами некий диалог. Хорошо? Договорились? Спасибо. Отлично. Ну ладно. Раз мы говорим про крупные компании. Крупные компании, они как бы… В чем там проблема? Вот вроде бы, когда у нас есть маленькая какая-то есть проектная команда, внедрить там скрам, например, проблем особо не составляет. Чтобы скрам не превратился в карго-культ, чтобы люди понимали, зачем они ходят на ретро, на стендапы, зачем бизнес увлекать. В принципе, тоже это решаемо. Чуть подольше, но так или иначе это можно сделать. Но когда мы говорим про… Слушайте, а крупные… Вот компания это сколько? Больше 100. 5 тысяч. Ну давайте со 100 хотя бы начнем. Больше миллиард рублей в год. Отлично. Давайте возьмем цифру 100. 100 людей, например, в департаменте разработки в IT. Грубо говоря, кто пишет программное обеспечение для бизнеса. Вот тогда уже начинается контекст того, о чем я буду говорить. То есть есть проблемы. В одной команде легко, небольшой, когда много, когда компания большая. Ведь она же не могла стать большой вчера. Правильно? Это значит, что у нее есть какая-то долгая история, видимо. В компании работают умные люди. Эти умные люди выстраивали что все эти годы? Выстраивали процессы, конечно. И то есть уже есть вот это вот в инженерии, это называется легоси. Уже есть какие-то вещи, которые кто-то до нас, ну или с нашим участием, построили. Так вот исторически сложилось. И я не вижу, Ваня тут есть в зале? А, вот есть Ваня. Я тут у Вани спер слайд. Мне он очень нравится, потому что он показывает процессы крупной компании. То есть вот есть процесс управления этим, процесс управления этим, процесс управления тем. Как бы они друг с другом как-то связаны. И что вам понятно, когда вы смотрите на это? Даже несмотря на то, что не видно текст, все равно, даже если бы его было видно, все равно было бы, скорее всего, ничего не понятно. И вот самое интересное заключается в том, что вроде бы мы ведь меняем процессы, вроде бы мы ведь пытаемся их улучшить. И раз у нас не получается оценивать, мы раз там улучшаем оценку, что-то там с требованием, какие-то проблемы. Раз придумываем какие-то способы, как нам научиться еще лучше собирать требования. И все равно бизнес недоволен. Все равно бизнес к нам приходит и говорит, ребята, что они обычно говорят? Долго, плохо, непонятно и дорого. Но здесь зато у вас есть преимущество, потому что у вас полная монополия. Чтобы бизнес там не ныл, все равно они никуда к другим людям уйти не смогут. И вот если посмотреть на процессы, знаете как, там аудит можно даже не делать, можно просто собраться группой людей, например, с коллегами, собраться, поговорить пару часов. И знаете, можно прийти к такому выводу. Если поговорить, взять, например, бизнес и, например, наш департамент разработки. Если попробовать нарисовать, как выглядят вектора целей, то бизнес о чем парится? Ну о деньгах, рынке и так далее. То есть вот он вроде бы за добро, вроде бы он делает так, чтобы и нам, как IT, было из каких денег получать зарплату. И мы вроде бы им должны помогать, и по идее наш вектор должен быть ведь туда же направлен. Но вот если подумаете, может быть вы сейчас просто со мной будете не согласны, попробуйте, может быть, это сделать, когда вернетесь нам завтра, не завтра, а в понедельник в офис. Очень часто, к сожалению, IT… А давайте, что же там? Вот кто-нибудь скажите, в чем фокус у вас в вашем IT? Что для вас важнее всего? Качество исходников? Что, дух какой-то, да? Командный дух? Окей. Готовый продукт. А готовый продукт какой-то особенный или просто готовый продукт? Вот смотрите, все то, что вы сказали, не очень похоже на бизнес и на прибыль. И в этом смысле можно еще усугубить примерами. Вот я нарисовал, например, 120 градусов, у меня получилось, что DIT смотрит куда-то в другую сторону. Например, если мы даже за готовый продукт, то прекрасно, но какой это продукт? Такой, какой это попросили, мы написали требования, подписались требования, сделали как в требованиях. Мы молодцы? Молодцы. А что там с прибылью? Ну, как бы бизнес же, они же тоже думали, за что-то деньги получают. Какой из нас спрос нам сказали делать, мы пошли сделали. Или, например, очень часто просто, вот я в одном банке казахском видел пару лет назад, я там видел лучшие процессы с точки зрения системности, с точки зрения повторяемости. Вот самые лучшие в своей жизни. Я с большим количеством компаний работал, там все как часы. Там прям конвейер, конвейер, конвейер. Но проблема какая? Проблема в том, что они сфокусировались на том, чтобы внутри себя выстроить идеальные процессы, нацеленные на что? Бизнес пришел, сказал, ребята, сделайте. Он подписался под этим кровью, мы пошли сделали и на выходе отдали. При этом, если бизнес нам вдруг на приемке говорит, ребята, что-то вот здесь не совсем так, а мы ему говорим, мы ему показываем требования, говорим, ну ты же сам просил. Он говорит, ну, ребят, а как же прибыль, бизнес и так далее? А мы ему говорим, что? В знакомой ситуации? А мы ему говорим, что мы ему говорим? Ну, это понятно. А мы же должны что-то конструктивное сказать, что мы ему говорим? Слушайте, ну давайте новую заявку, мы ее сделаем. Еще через год как раз вы получите то, что можно внедрять. И вот это вот пример того, что мы в разные стороны, совершенно на разных фокусируемся. Есть на разных вещах. Есть еще третий. Вот тут видите, у меня свободное место. Это тоже довольно частый кейс, когда своих разработчиков не хватает. И мы привлекаем, и это, кстати, выглядит довольно привлекательно, мы привлекаем внешних каких-то людей. Мы привлекаем, например, аутсорсеров, например, как это обычно бывает, по фикс-прайс модели. То есть когда риски на их стороне. И выглядит так, что черт возьми, лебедь, рах и щука получается. Мы уберем просто еще одну силу, которая тянет вообще в третью сторону. Создаем у себя. То есть эти люди, они думают про бизнес наш, про прибыль? Да никогда в жизни. Конечно, они думают про свою прибыль. Они думают о том, чтобы нам сделать хорошо. Нет, по фикс-прайс модели. Если вот аутстав, если бы здесь было аутстав написано, тогда бы это было ближе вот сюда, наверное, ближе где-то. Они думают про свои вещи. И получается, что если вот представьте себе, компания. Давайте возьмем банк какой-нибудь или любую компанию. Да что ж там, хэдхантер давайте возьмем. Есть как бы бизнес, например, который про прибыль. Есть, например, может быть у вас не так, я просто Борю увидел. Есть как бы ребята в IT, которые делают что-то свое. А есть еще и внешние люди, которые как бы тоже за то, чтобы деньги заработать или что-то из этой серии. И вот выглядит так, что смотрите, какая интересная вещь. Что нам нужно с этим сделать? Ну очевидно, да? Нужно как-то эти как-то вектора, их направить хотя бы примерно куда-нибудь примерно в одну сторону. Верно? Это значит, что, например, мы должны, как Дид, стать более выровняться под бизнес. Верно? Что бы это ни значило? Пока непонятно, как это сделать. И аутсорс нам тоже нужно потянуть к Диду, правильно? Самый простой способ, я много сегодня не буду говорить про аутсорс, вообще больше не буду говорить. Самый простой способ это перевести на T&D модель, но этого мало. Надо еще этих людей взять и посадить к себе в офис, чтобы они были такими же, как все остальные ваши сотрудники. Это вот идеальная ситуация, когда можно заниматься вообще хоть какими-то изменениями. И вот смотрите, какая интересная особенность. Вот представьте себе, мы работаем в такой компании, представьте себе, мы поняли, поговорили друг с другом, посмотрели друг в глаза и поняли, что вот так у нас. И что надо меняться. Есть ли какие-то… Давайте так, что можно сделать? Есть ли какие-то идеи? Вот прямо пойти, взять и начать это делать? КПИ привязать на деньги? Тогда мы вообще умрем. Ладно. Директор IT, посадить в правление. Но директор-то на самом деле, глава директора, она ближе всех к этой штуке. Весь вопрос, как быть с остальными 100 плюс людьми. И вот смотрите, давайте я вас долго не буду мучить, на самом деле ответ здесь, знаете какой? Он как бы очень простой и он очень грустный. Заключается он примерно в следующем, что что бы мы ни делали, какие бы процессные изменения мы ни внедряли, что бы мы какие скрамы, канбаны ни пробовали делать, у нас все равно никогда не получится эти цели выровнять. То есть что бы мы ни пробовали, какие бы новые регламенты, новые описания процесса бы ни добавляли, вот эти вот разности, вот эти самые вектора, они ведь где находятся? Они же не в руках у людей находятся. Они находятся в головах. И в этом смысле, смотрите, получается 100 вот этих плюс наших человек, мы должны каким-то образом залезть, ну, наверное, это грубо будет, не залезть к ним в голову, а каким-то образом поменять способ или образ их мышления. И вот как раз про это я сегодня и расскажу. И вот есть как бы два даже, просто чтобы, ну, так, не знаю, это единственный наркотеоретический у меня слайд. Просто чем отличается, есть два понятия, адаптация и трансформация. А вот как бы адаптация, это когда мы что делаем? Когда мы просто внедряем процессные какие-то изменения, улучшаем наш процесс. Вот, например, я сейчас с ребятами разговаривал на перерыве. Они говорят, я говорю, как дела? Они говорят, нормально, мы вот тут лучше научились оценивать проекты. Я говорю, ой, какие вы классные, да? А как вы это сделали? Они такие, ну, мы внедрили метафункциональных точек. Офигенно, да? И у них поднялась точность оценки. Здорово? Здорово. То есть они взяли и как бы адаптировали инструмент функциональной точки под свою реальность. А дальше, знаете, я уже собрался уходить, такой как бы радостный, думаю, сейчас пойду всем расскажу, какие они молодцы. А они говорят, ну, все равно, если разработчик не успеет сделать вот за то время, за которое он наценил заявку, ему придется в выходной работать. И мы оба, и мы как бы вроде бы научились лучше оценивать, да? Но разработчик будет работать в выходные и как бы вот это вот ставит опять крест на вот этой штуке, связанной с бизнесом. И трансформация это как раз такое, то есть это адаптация, внедрение практик, трансформация это изменение правил, не знаю, культуры что ли, да? Изменение того вообще в целом компании, да? Помимо того, что изменение того, как мы работаем, изменение в целом в том, кто мы такие. Как компания, или давайте поменьше возьмем, кто мы такие, как департамент разработки, например. И вот Ахмеда, помните, да, в прошлом году кто-то, наверное, был у него на докладе, и может быть Шеннон тоже говорила вчера с утра, что есть как бы два таких понятия, вот do in agile и be in agile, да? Вот адаптация это когда мы берем agile инструменты и просто их применяем, да? Трансформация это когда мы становимся какими-то другими. И как, а, вот еще пример, я уж не знаю, насколько это Эйнштейн сказал, может быть кто-то другой, но мне вот очень нравится сама фраза, она такая довольно, на мой взгляд, правдивая, да? Что мы не можем, что бы мы ни делали, да? Но, блин, мы не можем решать проблемы с тем же, используя те же самые подходы, с помощью которых мы их создавали. Иначе было бы все очень легко, и нас бы здесь с вами не сидело, если бы это не было правды. И вот видно, что написано? Такой комикс у меня есть про корпоративную культуру, да? То есть выглядит так, что то, что нам диктуются привычки, то, как мы работаем, диктуется, собственно, корпоративная культура. И вот такой пример. Чувак говорит, наша задача сделать нашу как бы бухгалтерскую систему менее прозрачной. А второй такой говорит, что? Покраснел, да? Он говорит, ну, как бы, мы не хотим, чтобы инвесторы знали, что происходит у нас в компании с деньгами. И второй спрашивает, мы что, плохие люди? А это ему говорит, нет, мы хорошие люди, просто на нас оказывает вот такой вот, мы попали под влияние плохой корпоративной культуры. А, ну, ладно, продолжай. Хорошо, да? И вот то, как мы думаем, то, как мы поступаем, то, какие ценности в нас заложены, это все следствие нахождения нас в определенной корпоративной культуре. И это значит автоматически, что, чтобы осуществить трансформацию, нужно поменять культуру, верно? Вот об этом давайте и поговорим. Есть, наверное, знаете, да, читали много статей, на русском языке тоже есть про культуру Шнайдера. Вот такая одна из классификаций. Есть четыре вида, основных четыре вида культур. Первая культура – это культура контроля. Она на самом деле стандартная. Не стандартная, как скажем. Самая часто встречающаяся, верно? Ну, в крупной компании. Почему? Потому что крупные компании выстраиваются традиционно, как раз по модели иерархии. Вспомните, сколько в Сбербанке. Есть какой-то Сбербанк сейчас? Сколько у вас уровней от Германа Грефа до разработчика? Представим себе, что Сбертех – это Сбербанк. Ну, 14 минимум. Может быть и больше, да? То есть, посмотрите, есть уровни менеджера, у каждого есть своя зона ответственности, свои KPI и так далее, и так далее, и так далее. Все это работает, грубо говоря, на тотальном контроле, на репортинге. И мы верим в то, что это сработает, что это помогает нам быть классной компанией. Есть другой взгляд на вещи, что наоборот. Слушайте, контроль – это, наверное, здорово в армии, или может быть на стройке где-то, но мы же с вами люди умственного труда. И в этом смысле микроменеджмент не очень классный. Давайте мы попробуем сделать так, чтобы вот культура как раз взаимодействия, чтобы люди начали друг с другом больше общаться, начали друг с другом больше обсуждать какие-то вещи, идеи, проблемы и так далее. И тем самым находить какие-то классные решения, которые будут двигать нашу компанию вперед. Есть третий вид культур – это культура роста. То есть, например, что мы делаем некий вижн, вот мы хотим быть такой компанией классной, которая там займет первое место на рынке или что-то из этой серии. И давайте мы возьмем тех людей, которые у нас есть сейчас, и попробуем в них вкладываться, вот как здесь колоски, будем в них вкладываться, чтобы они выросли такими, какие нам нужны. Но ведь смотрите, здесь вроде бы звучит круто, но здесь есть проблема. Что здесь сложно? В них надо вкладываться. А это значит, что мы должны это делать, потому что никто другой этого сделать не сможет. И вот это тоже очень часто встречается, когда люди приходят и говорят, к нам, например, приходят, говорят, ребят, внедрите нам agile, вот вам деньги. А мы как бы будем сидеть у себя в кабинете, потом придем через три месяца и проверим, agile у нас или не agile. Купить хотят. Хотя уже понимаете, что agile это не продукт, и его нельзя просто купить, его надо выстрадать. И последняя, четвертая культура, это культура компетенции. Мы лучшие, мы самые классные, и это помогает нам быть лучшими как компания. Есть кто-нибудь из Microsoft здесь? Нет? Вот Microsoft, вот там культура компетенции основная. Может быть, это неправда, может быть, они на самом деле не лучшими, но, по крайней мере, они так считают. И это как бы дает какие-то плюсы, какие-то минусы. Ладно, не будем про это говорить. В общем, идея в том, вот если вы посмотрите, ваша компания где находится? В контроле. Так, а еще есть какие-то другие компании? Взаимодействие, так. А когда у вас взаимодействие, это значит, что у вас вообще нет никаких регламентов, никакой иерархии и никаких менеджеров? Мало, но есть, да? И вот смотрите, какая интересная вещь. Не бывает же черного и белого, да, вот как бы в корпусе культуре. Есть какая-то культура главная, доминирующая, да? И, например, культура контроля. Есть какие-то культуры как бы вторичные. Или, например, культура взаимодействия доминирующая, культивация. Все равно тут и контроль у нас есть, и компетенция есть, и как бы рост есть. И вот если говорить про термин уже конкретно переходить те же трансформации, да, то это просто переход из одной доминирующей культуры в другую, да? То есть куда? Отсюда, например, да, из культуры контроля доминирующей. Нам надо перейти в доминирующую культуру взаимодействия. Окей? Ну и влияет, как бы захват остальных, соответственно, тоже при этом должен, наверное, как-то измениться. Верно? Как это можно сделать? Вот есть самый, наверное, популярный подход, что ли, да, модель Коттера называется. Может, там есть книжка, в принципе, она и на русском вроде бы есть. Восемь шагов, как нам осуществить трансформацию компании. Я вот предлагаю по этим восьми шагам быстро пройтись. Я, например, вам расскажу, ну, в контексте, в контексте Дита, да, в контексте Azure разработки. Я вам покажу, как и что можно сделать. Окей? Ну, погнали. Восемь шагов. Первый из них довольно простой. То есть вот смотрите, мы сидим, поняли, что надо меняться, поняли, что просто так менять процессы ничего не получится, нужно менять культуру, да, нужно менять привычки людей, нужно менять, меняться самим, да. Давайте, с чего начнем? И вот Коттер рекомендует, кстати, шаги нельзя пропускать, да, ни в коем случае, нужно идти последовательно. Рекомендует начать с того, чтобы создать, может быть, не очень хороший перевод на русский, создать ощущение необходимости изменений прямо сейчас, чтобы все люди, которые будут в этих изменениях участвовать, чтобы они понимали, что дальше так жить, как мы живем сейчас, нельзя, что нужно меняться прямо сегодня. Как это можно сделать? Какие у вас есть идеи? Ну, представьте, в понедельник вы приходите, и вы поняли, что жить так дальше нельзя. Как вы нанесете это до остальных? Это уже решение, я сейчас пока не про решение. Эмоциональный подход. То есть прийти и сказать, ребята, все плохо, ужас, ужас. Недостатки. У нас плохо, но ведь… Ага, не может быть? Ну окей, смотрите. Во-во-во. Вот смотрите, плохо, но что-то еще должно быть. Да, и в этом смысле есть, как бы, может быть, это, как сказать, может быть, это, ну, к черту, давайте я вам так покажу просто. Можно взять, например, смотрите, можно использовать внешние какие-то ситуации. То есть мы можем посмотреть, что у нас в стране происходит, понять, что, слушайте, в таком, вот если мы будем продолжать быть такими, какие мы есть сейчас, через полгода или через год, мы окажемся где-то позади рынка, да, по каким-то причинам. Можно использовать вот такую штуку. То есть мы, что бизнес, например, придет, и как бы они уже настолько злые, настолько нас ненавидят, что нас половину сократят, и что-то из этой серии, что-то там будет еще хуже, да. Включая менеджеров, естественно, тоже всех уволят. Это тоже можно использовать как фактор, как некий месседж, да, всем остальным, что, ребята, дальше нельзя как бы быть таким, каким мы есть, давайте меняться. Или какой-нибудь проект, или вот пример тоже, я работал в двух компаниях, с двумя такими компаниями международными, и приходят из Америки телеграммы, да, типа, ребята, всем канбан ТЧК. Как бы, да, а культуру контроля, поскольку проигнорировать эту телеграмму нельзя, да, доставка гарантирована, сказать, что мы не получали, тоже нельзя. И как бы вот они друг на друга смотрят, всем канбан. Что будем делать? Вот это пример, как бы, и делать надо срочно, потому что есть KPI, через три месяца у вас должен быть канбан, да, чтобы это не значило. Опять в телеграмме уже она короткая, там про это ничего не сказали. И вот они как бы такие друг на друга посмотрели, поняли, что это срочно, надо бежать, надо бежать меняться. Вот пример, пример из одного банка, совсем недавно мы делали, мы собрались в переговорке, там, пятью менеджерами, включая технического директора, и мы потратили два или три часа, я не помню, это финальный результат, то, что здесь написано. Мы изрисовали всю стену, пытаясь сформулировать вот эту мысль, да, почему нам нужно меняться, почему мы сейчас этим занимаемся. Давайте я зачитаю, чтобы было видно. Изменения вокруг происходят все быстрее. Это касается как банковских продуктов, так и ожиданий клиентов, а, банковских продуктов и ожиданий клиентов, так и используемых нами технологий, да. Стабильность банка в условиях того, что у нас в стране происходит сейчас, да, постоянного финансового кризиса, зависит от нашего вклада в развитие банка. И поэтому банку нужен, вот смотрите, обратите внимание, департамент разработки 2.0, да, какой-то другой департамент разработки, у которого цели были бы выровнены в сторону бизнеса, способный идти в ногу с теми изменениями, которые происходят. И вот поскольку мы это вместе создали, да, пришли к этому так плавно за два-три часа, это то, что отражает мысли каждого из нас, и каждый из нас с этим согласен, да. И раз мы в это верим, раз мы это сами создали, и мы понимаем, что да, это так и есть, мы теперь способны, в принципе, пойти и каким-то образом скоммуницировать вот это ощущение важности всем остальным 100 плюс людям, сколько бы их ни было. Есть, например, да, что тут можно было бы улучшить? Я не говорю, что вот если вы сядете и сделаете, у вас, конечно же, другое какое-то получится, правильно, ощущение? Например, вы скажете, что мы не хотим идти в ногу с изменениями, мы хотим изменения… В нашу ногу, конечно, мы хотим их опережать, да, мы хотим быть… Я не люблю это слово, извините. Мы хотим быть самыми классными, да, мы хотим диктовать условия, а не реагировать под условия. Окей, окей, это ваша компания, это ваш контекст, может быть у вас так, может быть что-то еще. Но вот это вот один из последних примеров. Окей, поняли, что надо меняться, поняли, как мы это всем расскажем, да, как мы понесем. Давайте что-то делать. Поскольку изменения, как мы говорили, нужно выстрадать, да, понятно, что один человек какой-то это не сможет сделать. Нам нужна группа людей, которая будет это делать. И ведь если мы… Мы же не можем дитом поменяться. Нам по-любому нужно будет залезать в бизнес, в разные подразделения бизнеса, взаимодействие с другими какими-то подразделениями компаний и так далее. И в этом смысле нам нужно, чтобы в команде реформаторов у нас было достаточно… Как вы думаете, чего? Достаточно, да, полномочий, скажем так. Ну давайте власти, авторитеты, да. Чтобы нам не приходилось каждый раз куда-то ходить и эскалировать кому-то те проблемы, которые есть. Чтобы мы могли хотя бы часть из них решать сами. Чтобы у нас кто-то сидел с большой подписью или в очень дорогом пиджаке, кто-то среди нас, кто просто позвонит и решит проблему сразу же, как только мы поймем, что она очень важна. Ну вот пример. Это, извините, картинку я показываю уже который раз, но другой просто у меня нет. Люди почему-то не всегда хотят фотографироваться. Они еще улыбаются. Это еще начало только изменений. Еще такие только собрались, такие друг на друга посмотрели. Как классно, будем меняться, да, здорово. Погнали. Окей. И, ну, поговорили, да. Очень важно, чтобы был интерес. То есть кого попало туда, не надо брать. Раздувать эту группу тоже не надо. По понятным причинам, потому что очень трудно будет договариваться. И вот на моем опыте очень важно, чтобы эта группа была, как бы, открыт, чтобы в ней была текучка. В положительном смысле текучка, как бы, людей. То есть чтобы мы могли туда привлекать тех людей, в чьих глазах мы видим блеск, как бы, в чьих глазах мы видим инициативу, связанную с тем вектором изменений, куда мы идем. Потому что они нам будут помогать. Помогать, как придумывать новые какие-то вещи, да. Как придумывать планы развития, так идти на месте, уже на местах, носить их до остальных людей, внедрять, собственно, эти вещи. И вот еще бывает такое, что про перезапуск, да. Что, как бы, мы собрали, например, четыре человека, что-то делаем, делаем, ничего не получается. Ну, окей. Давайте друг на друга посмотрим, разойдемся и, как бы, попробуем, например, собраться в другом каком-то составе. Да. Почему нет? Третий шаг. Проблематика есть. Группа, которая будет этим заниматься, которая хочет это делать, которая есть достаточно полномочия, тоже есть. Давайте теперь поймем. Перед тем, как что-то начинать делать, менять какие-то процессы, что-то внедрять, я не знаю. Нужно же понять, а куда мы идем, да. Вот этот вот самый DIT 2.0 условный. Что это такое? Нужно создать некий вижн. Того вот, как, не знаю, портрет вот этого DIT 2.0, да, к которому мы хотим прийти. И понять, как нам туда добраться. Вот это слайд Мэри Попендик с ее презентацией на Линканбан конференции осенью. Например, через использование метафор. Вот смотрите, стандартно, мне очень просто нравится сама вот эта метафора. Вот как, как вы видите, в футбольном поле все сидят в своих фигуамчиках, куча народу бегает, какие-то мячики где-то, что-то там надо забивать вроде бы, да. Вот не похоже ли это на стандартную работу у крупной компании в структуре контроля, которая находится в культуре контроля, вернее. Есть отделы, да, люди сидят у себя по отделам, по фигуамчикам. У каждого вигуамчика своя цель, свои KPI, да, люди друг с другом почти не общаются. Видение от начала до конца, как идет мячик в ворота куда-то, особо ни у кого нет. Согласны? И вот она как раз говорит, слушайте, а что если нам понять, что мы вот такие вот, что это не очень круто, что нам надо бы вот так. Нам надо бы быть более прозрачным, видеть всю цепочку от начала до конца, понимать, что сейчас происходит, куда мы идем, кто где помогает и так далее, и так далее. Второй пример, это вот тоже из недавнего. Мы перед тем, как сформулировать видение, мы решили пойти как бы чуть-чуть вот вперед забежать, и мы сделали, нарисовали, просто собрались в переговорке вот этой командой, да, и тоже такие, ребят, что такое DIT 2.0 для нас, какими мы хотим быть? Давайте просто портрет вот нашего как бы DIT через год, например, давайте его напишем. И мы сели, нагенерили, это тоже финальный результат, мы нагенерили там всякие наши идеи, как-то их сгруппировали, структурировали, и в итоге выписали, у нас получилось вот, что мы хотим, какие должны быть менеджеры, да, какие должны быть команды, как у нас должны строиться отношения с бизнесом, и вот какие там инструменты, там, основные мы должны, мы видим, что мы их используем, да. Окей, и теперь, глядя на вот это все, можно как бы вернуться на шаг назад и уже сформировать короткое, понятное видение, которое можно коммуницировать, которое можно объяснять людям. Хорошо, видение есть, представим себе, я не буду вам примеры приводить, потому что, чтобы вас просто не якорить, чтобы вы, если вы будете это делать, свое собственное придумали. Теперь нам надо это видение каким-то образом понять, как мы будем его достигать, да. И вот здесь начинается самое сложное. Ни фига не понятно. Потому что, если было понятно, давно бы сделали. Верно? И это не совсем про процессы. И вот это то, что называется стратегией, да, то есть, как мы, какие, я не знаю, вектора, какие направления движения мы видим, вот, как мы можем пойти к этому видению, к этому портрету D2.0. То есть, например, через там развитие внутреннего предпринимательства, да, это вот один из реальных примеров банка тоже. Через там какие-то профессиональные комьюнити, через там что-то еще, что-то еще, что-то еще. Да, то есть, мы командой опять формируем наше понимание движения в сторону видения, и дальше уже можно переходить к конкретным инструментам, к конкретным уже шагам, как мы будем это делать. Хорошо. Четвертый шаг. Пока есть вопросы, нет? Вам интересно то, что я говорю? Вы просто помочите? Ага, ну супер. Видение создали, стратегия примерно нам понятна, да, вот в каком направлении будем меняться. Теперь надо вот этих взять, всех наших остальных сотрудников, да, и попытаться каким-то образом им объяснить, что мы от них хотим, да, и вовлечь в это дело их, чтобы они начали что-то делать в нужном направлении и меняться, да. Называется коммуницирование видения. Поэтому оно должно быть коротким, кстати, да, чтобы мы могли поймать любого разработчика в коридоре, например, да, аналитика, тестировщика, менеджера, не знаю, и сказать ему, чувак, смотри, D2.0 это вот это вот, да, от тебя мы ждем вот это. Ты с нами? И чтобы этот разговор не был там вокруг документов, построен там вокруг какого-то корпоративного портала и так далее. Пару примеров. Это вот из интернета на Хабре. Возьми вот Альфа-банк, например, да. Как раз коммуницирование через, например, новый офис. Да, вот раньше работали, сидели в корпоративном таком скучном, сером, в пиджаках, в галстуках, в офисе, да. Хотели, начали меняться, поняли, что никак не получается. Пошли, построили себе новый офис, отремонтировали, сделали тему супергероями, да, что мы такие супергерои, которые там диктуют правила рынка там и так далее. И как бы идут впереди рынка, там определяют тренды. И вот мы такие классные. И если считается, да, была идея, что если люди будут работать в такой обстановке, то они будут гораздо более открытыми к новому, да, гораздо более увлеченными, гораздо более ответственными, нежели они были вот в том самом грустном сером корпоративном офисе, который был до этого. Не были там? А статью не читали? Ну ладно, посмотрите, это на Хабре есть. Сейчас еще потом картиночку покажу из другого банка, пример. Дальше. Как еще можно коммуницировать видение? Смотрите, ребята, мы хотим быть классными, да, это тоже пример из Альфы, тоже. Давайте мы устроим хакатон внутри, будем делать хакатоны. Для чего? Для того, чтобы люди вырывались периодически из своего окружения, из своих рутинных, вот этих, ну как не рутинных, а скажем, обыденных тоже не подходит. Текущих, да. Чтобы вырывались из тех задач, которые они должны делать, за которые они получают деньги, да, собирались в произвольные группы, совершенно произвольные, вот кому вот прям раз вокруг идей, да, и делали два дня, например, или там день и ночь, да, пилили какие-то новые вещи, новые классные вещи, тестировали новые идеи какие-то и так далее, и так далее. Чтобы, ведь что компания хочет, чтобы получилось? Чтобы люди начали думать, да, чтобы люди начали придумывать что-то новое, и на выходе, конечно же, мы же про бизнес с вами, да, сейчас в том числе говорим, чтобы на выходе у нас были какие-то вещи, которые мы сможем потом вывести уже на рынок, да, какие-то прототипы. Еще пример, пример информационных радиаторов. Это, знаете, как мы сели в кабинете, да, и что-то там доска была, как всегда, замулевана чем-то, или на ней карточки висели, пришлось на двери писать, как бы, благо маркеры не стираются. Мы начали говорить про качество, да, начали говорить, так, ну качество для нас что? Это, наверное, внутренняя качество от архитектуры, сбой в работе ПО, там, и то, что мы делаем бизнесом, делаем бизнес то, что ему нужно, или не то, что ему нужно. Смотрите, какая интересная вещь. Стирать не стали, да, чтобы люди видели и задавали, удивлялись, да, что на двери написано. Это же вообще за рамками корпоративной культуры. Представьте себе, на двери кто-то что-то написал. И не стирает это уже несколько месяцев, да. Люди постоянно задают вопросы. И вот важное слово «открытое». Никто не видит, вам, наверное, не видно, да? Я как-то, мне надо отвернуться от камеры, здесь написано, знаете что? Качество сбоя в работе ПО, отдаем говно. Ну как бы, ну что уж там, ну вот это правда. Правда, вот мы сами так считаем. Что это скрывать? Это тоже как бы признак каких-то новых изменений, что мы не боимся. Смотрите, мало того, что сказать об этом, да, так мы еще не боимся это в офисе, где все ходят, да, на двери прямо оставить. Ну да, вот так есть тоже какие-то новые ценности. И есть еще вот такая штука, тоже я сфотографировал в одном из офисов. Это российское подразделение американской компании, всем известной. И вот у них такие висят ценностные плакаты, да. Типа мы ожидаем от всех сотрудников пять как бы направлений развития, да. То есть, ну давайте что-то основное. Взаимодействовать друг с другом, да, брать на себя ответственность, придумывать что-то новое, ввести людей, да, там как бы и так далее. Думать по другому, как-то стараться выходить за рамки шаблонов и так далее, и так далее. И вот смотрите, какая интересная вещь. Вроде бы классный, да, посыл. Было бы здорово, чтобы все так делали. Но вот конкретно в этой компании вот эта штука пришла посылочкой из Америки, да. У них там своя культура, у нас своя, да. Они там начали делать какие-то изменения, нас особо не затронули, проблематику не объяснили, Vision не объяснили, просто прислали нам в посылке вот такой плакат, который мы должны повесить у себя в коридоре в офисе, чтобы люди мимо него ходили. Окей, повесили, люди ходят. Только не смотрят. А когда его только повесили, первый раз, знаете, посмотрели, такие, ну хрень какая-то, ну как бы, ну булшит, ну скажите, ну смотрите, вот вы приходите в понедельник на работу, у вас висит просто ни с того ни с сего, висит фингбик, да, вы такие, ладно, что это значит, да, и забыли, все, больше вы на этот плакат не обращайтесь внимания. То есть должно быть, вот перед тем, как вот такие вот ценности пытаться коммуницировать, нужно как-то контекст, да, какой-то создать, передать. Ладно, это про не очень хороший пример. Ну и, в общем-то, когда мы сформировали Vision, скоммуницировали его, придумали стратегию, нужно просто запускать, это сделать, как бы, стрелять во все стороны, да, по всем направлениям. Вот пример, даже не то, что пример, а считается, что самый правильный, что ли, способ, да, самый эффективный, это начать с обучения. Есть компания, например, Эриксон, да, которого вот товарищ рассказывал на конференции, один из вот этой группы реформаторов, он говорит про то, что они целый год потратили просто на то, чтобы в среднем уровне менеджмента донести, что же они теперь хотят, да. Это вот, представьте, год, ничего не происходило, кроме как работа над головами среднего, вот middle-sway менеджера. И только после этого они перешли уже к больше вниз. То есть мы перед тем, как что-либо просить сделать от людей, мы обязательно им рассказываем, да, что мы от них хотим, почему это важно, почему это работает. Они задают вопросы, мы на эти вопросы отвечаем, снимается какая-то напряженность, и мы получаем, не у 100% людей, такое не бывает, что все прям загорелись, хотя здесь ребятам всем нравится, да, на этой фотографии. Мы получаем как бы внутренний buy-in у какого-то количества сотрудников, да, то есть они готовы, они понимают, что требуется, они готовы туда идти и как бы готовы нам помогать. А потом нам надо вот взять ядро, как бы, да, и потом остальные подтянутся туда уже, если мы будем активно проводить изменения. Еще один слайд у Ахмеда тоже в прошлом году взял его. Мне очень нравится метафора, видели его, да? Вот смотрите, вот если взять компанию, ну или DIT, например, да, наш сам, у нас есть пять уровней, есть люди, как бы там их привычки, ценности и так далее, есть процессы, те самые скрамы, канбаны, процессы управления требованиями, там и так далее, и так далее, релизами. Есть структура, да, то, как у нас выглядит компания, есть стратегия, во что мы верим, как мы идем, какие направления, да, есть вот лидерство. И вот смотрите, какая интересная вещь. Все это окружено вот этой самой корпоративной культурой, про которую мы так много сегодня говорим. И вот представьте себе, что мы внедряем скрам. Что это значит? Это значит, что мы берем как бы скрам, да? Я не знаю, как мне его взять. Ну вот, взяли скрам, подходим к этой пирамиде, да? И что мы делаем? Мы начинаем вот этот пласт с процессами толкать куда-то, сдвигать его, да? Делать процессы другими. И что происходит? Как вы думаете? Ну или кто был в прошлом году, слышали уже эту метафору? Смотрите, вот эта вот штука, вот этот вот, да, окружающий треугольник, она как бы нам мешает, да? То есть она сдерживает. Она же вокруг, все вокруг пирамидки как бы. И чтобы мы… Есть даже такая поговорка. Помните? Корпоративная культура есть процессы на завтрак. Да? Что-то из этой серии. То есть что бы мы ни делали, да? Внедряем скрам, внедряем, внедряем. Сколько бы мы его не внедряли, если мы будем только как бы фокусироваться на инструментах, на каких-то практиках, то рано или поздно культура захлопнется обратно. И нас всех вернут на место. Как бы ничего не получится. И в этом смысле нужно меняться как? Целостно, да? То есть двигать и культуру, и все вот эти пласты одновременно. То есть сам треугольник, сама пирамидка, она должна смещаться. Примерно, примерно. То есть по всем направлениям нужно работать. Одними процессами не обойтись в компании. В крупной. И он приводит еще такой пример, да? Пример как бы… Ведь культура, в том числе, она диктует привычки людей, да? И вот он говорит такая довольно сильная фраза. Я очень вам рекомендую посмотреть его видео с прошлого года, кто не видел. Я прям рекомендую вам, знаете, как в офисе выделить два часа, час из которых какой-нибудь командой своей, например, посмотреть видео и еще час пообсуждать его. Потому что оно вот фундаментально, оно прям очень глубоко, очень классно. Это он говорит, что когда мы делаем трансформацию, первонаперво, помните метафору с фигвамами, да? Первонаперво нам нужно научить людей друг с другом разговаривать, друг с другом общаться, обсуждать какие-то вещи. После этого мы должны научить людей поставлять какие-то логически завершенные кусочки, да? То есть не раз там в полгода что-то поставлять, а поставлять быстро, маленькими такими слайсами, получать обратную связь и так далее. Дальше. Ведь проекты у нас, ну, представьте, в скраме, например, там ограничение на 9 человек, да? Проекты ведь у нас бывают большие, на 50 человек, на 80, на 100, да? И на 250 бывают. Нам нужно научиться сделать так, чтобы результат вот работы короткого времени всех команд, участвующих в проекте, чтобы он тоже поставлялся как можно быстрее. Не то, что там все сделали свое, потом синтегрировали, баги пофиксили и после этого задеплоили, да? А чтобы тоже была такая, были как бы, скажем так, короткие итерации поставки именно интеграционных вещей. И дальше адаптивность. Это, собственно, умение получать фидбэк, искать его, да, и на него как-то реагировать. Вот пример, как может выглядеть интеграция, да? В коридоре вот девчонки все работают в разных командах. Они в коридоре встречаются несколько раз в неделю. У них есть своя, собственно, доска с воскорненными задачами. Собирается, обсуждает, что происходит. Вот пример как раз этой интеграции. То есть синхронизации между командами. Ну, вот Асхат, наверное, рассказывал, да, что ты сейчас, вот передо мной же был доклад про интеграцию тоже. Вот. И никто их, знаете, какая интересная вещь, никто им не приказывал это делать, никто им не говорил, теперь ваша ответственность туда ходить. Да, это все построилось эволюционно. Они сами вызвались, сами начали туда ходить, сами начали видеть проблемы, что там что-то не очень получается. У них сами начали придумывать, как они могут это улучшить и как им выстроить, как им выстроить коммуникацию между разными командами. Вот в этом суть, да. Это тоже ведь другая культура совершенно. Когда они менеджеры за всех думают, например, да, когда мы делаем, менеджеры обеспечивают условия, при которых простые ребята как бы сами пытаются что-то поменять. Ну и шестое, проектирование достижения быстрых побед. Самое простое, что можно сделать, чтобы у людей глаза загорелись, это не делать ничего и при этом получить какой-то быстрый результат. Вот у меня есть пример, он классический. Я вот уверен, что большинство из вас, если вы вернете в понедельник и сделаете, если у вас еще этого нет, если вы сделаете то, что будет на следующем слайде, вы уже увидите положительный результат. Вот смотрите, тут пришлось обрезать доску, но что мы сделали? Мы взяли команду, взяли доску, сказали, ребята, напишите на стикерах с текущей заявки бизнеса. Каждая заявка на отдельном стикере и просто повесите их по состоянию. Очередь, аналитика, разработка, тестирование, приемки, бизнесом и депой. Они взяли и повесили. О, представьте, там еще борды такие вниз. Что видно? Ну грубо если, вот что видно? Первое, что в голову приходит. В разработке нет задач. Это сказал кто? Извини, это не менеджер случайно? Вы не менеджер? Очень просто похоже. Разработке нет задач, давайте их чем-то займем. Но здесь проблема чуть-чуть в другом. Я вот ожидал услышать что-то другое. Аналитики перегружены. Да, ну у них работа такая. Смотрите, смотрите. В очередь. Да блин. Посмотрите, да, посмотрите в конец. Да к черту тестеров. Смотри, нет там вообще тестировщиков. Кстати говоря, в этой команде нет тестировщиков. Есть фаза тестирования, но и делают не тестировщики. Смотрите-ка, приемка. Вот представьте, отдел, работал долгое время, это же не маленькие заявочки, над этими заявочками. Мы делали их, делали бизнес. К нам постоянно приходил, говорят, ребята, срочно, быстрее, мы стараемся, как бы делаем, 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 а потом раз, и они зависают у нас в приемке. То есть они не деплосятся в продакшн. По каким-то причинам бизнесу нет дела до них. То есть нам говорили, давайте, нам нужно это вчера. Мы это делали, старались, старались, и в итоге это не выходит в продакшн, потому что это никому не нужно. И вот такие вещи, смотрите, их можно увидеть вот реально за час. Ничего не надо делать. Даже обучение никому не надо. Просто взяли, визуализировали то, что у вас есть, и увидели. И причем это стало ясно. Грубо говоря, о чем это говорит? Это говорит о том, что не надо ходить на работу, можно пойти в отпуск, в оплачье, мы две недели просто ничего не делать. Потому что все равно, что бы мы ни делали, оно все равно зависит здесь. Бессмысленно абсолютно. Ну, грубо, если говорить. А дальше уже тоже можно анализировать, что да, есть тут очередь, здесь нет задач, тут вообще пусто, и так далее, и так далее. Это вот как раз и есть пример быстрой победы. Потому что мы сразу же увидели что-то такие, вау, получили инсайт, и начали что-то с ним делать. Второй пример. Тоже был, пришла там какая-то срочная заявка, надо сделать, а поскольку она очень срочная и очень важная, что-то из серии там у банка отберут лицензию, если мы ее вчера не сделаем. Тоже уникальный случай, раньше такого не было. Взяли, как бы собрали команду под эту заявку из представителей IT и представителей бизнеса. Причем бизнес разных департаментов. Собрали их вместе, дали им инструменты, вот эти вот доски, сказали давайте друг с другом больше общаться, ну я сейчас уже результат говорю, но так или иначе. И они, что они начали делать? У них есть доска с текущим состоянием задачи, у них есть стендапы каждый день, они разбирают все задачки, синхронизируются, разбегаются, делают, приходят на следующее утро, снова как бы рассказывают, что произошло, синхронизируются, там какие есть проблемы, раз, разбегаются, снова делают. И сделали проект, сделали задачу. Все прекрасно. И самое главное, смотрите, мы потом сели и сделали ретроспективу с ними. Тоже до этого никогда никто не делал ретроспективу. Сели, и вот, ну это результат, вот посмотрите на распределение. Тут пока я фотографировал, стикеры отвалились, но так или иначе они все висели в четверочках и пятерочках. Ребят, вопрос был такой, IT и бизнес. Как вам опыт совместно работал вот такой вот? По-другому, не так, как мы привыкли. Не общение через почту, через документы, какие-то формальности и так далее, а вот именно коллаборация, коммуникация. Все такие, вау, было круто. А что было хорошо? Перечислили. А какие были проблемы? Ну блин, это же первый опыт, понятно, что проблем много. Окей, давайте, там тут еще есть вниз, давайте подумаем, как мы можем их решать. И, кстати, вот пример. Помните, я вам говорил, вот есть альфа-банка в офисе, я привозил вам пример вот этот, пример из другого банка, но, к сожалению, не офис, но тоже круто. Они хотя бы комнату, переговорку сделали другой. Переговорка, в которой можно находиться, которая не серая, не унылая, а как бы вот она такая вся разноцветная, яркая, пуфики, и там приятно проводить встречи, то есть там приятно думать о чем-то хорошем, приятно придумать какие-то новые идеи, приятно друг с другом общаться. И это стоит копейки, слушайте, но с точки зрения бюджета IT отремонтировать переговорку. Ну, блин, ковролин, постелите стены, покрасить не в серый цвет, а в желтоватый. Ну что? Ну и пуфики. Копейки, вообще совершенные копейки. И вот еще пример, как бы, что, окей, сделали тот проект, было круто, а давайте другой теперь тоже так сделаем. Вот начало проекта на 80 человек, на 100. Вот тут куча бизнесов, тут ребята из IT, здесь еще люди стоят тоже. Это вот стендапы, которые раз в неделю сейчас проходят, тоже на которых синхронизируется текущее состояние. Потому что там, кто из вас в банке работает? Знаете, да, как приходят в ФСЗ изменения там всякие различные? Центральный банк. Ну, а что должно быть? Он говорит, ребята, должно быть, а вы такие, через 30 дней, а вы такие, что должно быть? А они такие, да, уточним попозже. Потом будет ясно. Сейчас пока непонятно, но главное, что должно быть через 30 дней. И вот как такие проекты делать? Что делать? Хрен его знает, да? Опять. Но мы в новой культуре, в которой мы идем, верим, что тесное взаимодействие, при тесной работе бизнеса с IT мы способны хоть какие-то риски отсюда снять. В таком обычном как бы Command Control ничего не получится. И все, у меня уже совсем последние два шага остались к консолидации усиления изменений. Здесь идея вот в чем. Посмотрите на этот график. Это время, а это, ну там, перформанс некий. И вот выглядит примерно вот так, кривая нашей с вами эффективности, что ли, работы. Вот мы как-то работали, потом приходит некое вот это вот изменение, начинаем что-то менять, и проваливаемся. Почему? Потому что у людей есть сопротивление, потому что не все хотят, кто-то еще и хуже начинает делать и так далее, и так далее. Или теряется, то есть начали, тут может быть вспеск такой, то есть вау, как круто, быстрые победы, все очень здорово, а потом глаза начинают потухать. Почему? Потому что вот эта вот пирамидка, помните, культура, культуру людей как бы обратно засасывает. И в этом смысле нужно ни в коем случае не забивать на это. Были тоже примеры, когда мы в компании, например, работали, поначалу было все круто, достигли быстрых побед, все довольны. Контракт закончился, там как бы они, менеджеры разошлись по своим кабинетам, проходит несколько месяцев, мы там им пишем, звоним, ребят, как дела? Они такие, все плохо. Было классно, люди начинали общаться, мы прям достигали каких-то новых результатов, все было здорово, а потом все стухло. Почему? Потому что перестали в это вкладываться. Помните, мы говорили, что это нужно выстрадать. И последнее, это собственно закрепление изменений, то есть это как раз формализация, что ли, в некотором виде, вот той самой новой культуры, тех самых новых поведений, которые у нас есть. Пример тоже с презентации Мэри Попендик, что как бы как меняется, например, наша. Если мы раньше верили в культуру контроля, в планы, достижения, результаты, KPI и так далее, то теперь мы верим во что-то другое. Мы верим, например, в то, что мы должны друг с другом взаимодействовать, мы должны постоянно общаться, выявлять проблемы, анализировать их, решать, снимать риски, придумать что-то новое и так далее. То есть это вот пример вам как бы сдвига культуры. И теперь на восьмом шаге, через сколько-то месяцев или может быть даже лет в зависимости от компании, мы теперь вот в это верим. Теперь это для нас основа нашей культуры. Теперь мы такие. Мы поменялись. Что, собственно, и требовалось. Что вот и включает в себя понятие трансформации. Вот здесь теперь так принято. Вот пример вам тоже из банка, из Новороссийского крупного. Два года мы этим занимаемся. Два года как бы не срок. То есть это же банк. Там не так все просто. То есть в принципе надо быть готовыми, чтобы выстрадывать эти вещи. Их придется очень долго. Но зато если у вас есть какие-то результаты, то понятно, что это поднимает вам мотивацию. И вот эта фраза тоже она немножко грустная. Стать на путь с полного обновления не так страшно, как принято считать. Это гораздо страшнее. Вот она, мне кажется, будет хорошим эпиграфом к тому, что мы с вами обсуждали. И вот сейчас я вам покажу дверь кабинета IT-директора одного из банков. Вот посмотрели на эту фразу, да? Смотрите. Это то, что ему и всем остальным помогает верить, что как бы страшно это ни было, мы все равно туда придем. Indeed. Витраст. Окей, вот спасибо. Надеюсь, что вы увидели какие-то, надеюсь, что было интересно, во-первых, да? Во-вторых, что вы увидели какие-то вещи, которые бы вы могли пойти и сделать или какие-то у вас появились мысли, чтобы вы могли начать пробовать, по крайней мере, в каком направлении начать думать. У нас закончилось время, да? Подходите ко мне, я расскажу что-нибудь еще, задавайте вопросы, звоните, пишите. А, еще пять минут. Давайте тогда так про вопросы поговорим. Да? Спасибо за доклад. Вот первый шаг, который нельзя пропускать, с кого он должен начаться? То есть кто должен инициировать процесс? Кто-то, я думаю, что это должен быть кто-то из менеджмента обязательно, да? Кто-то, кто заинтересован в том, чтобы происходили изменения. Потому что, если, например, кто-то из ребят, из какого-то, ну, например, там, не знаю, разработчики друг на друга посмотрели, такие, надо меняться, да? Окей, вроде бы им понятно, почему надо меняться, но как бы как они скоммуницируют наверх, там их не услышат, да? Поэтому это должен быть кто-то из руководящего состава, кто вот понимает, что надо меняться, кто видит. Помните, я вам пример приводил? Кризис там, недовольный бизнес и так далее. Кто-то, кто ощущает на себе эту потребность, да, вот он должен быть одним из главных участников вот этого всего. Спасибо за доклад. Кто говорит, куда мне смотреть? Меня зовут Сергей. Вы сказали, что для того, чтобы сделать первый шаг, должно случиться что-то страшное. А вот как перейти к восьмому шагу, когда это все вошло в привычку? То есть должен быть ли постоянно быть какой-то мотив, или же в какой-то момент оно происходит, ну, вот эта вот культура настолько внедряется в мозг, что легче работать именно так, а не вернуться обратно? Я не очень верю, что я правильно понял вопрос, но, в общем-то, весь мой доклад, он как раз был про то, как от первого шага к восьмому перейти. Когда мы начинаем меняться, когда мы находимся уже в процессе трансформации, мы уже становимся другими. Мы еще не пришли к целевому состоянию, но мы уже не такие, как были раньше. И в этом смысле, как бы, возможно, то, что мы изначально сформулировали на первом этапе, возможно, для нас уже это будет не совсем актуально, мы можем это переделать. Но поскольку у нас есть вижен изменения, кем мы хотим стать, то, в принципе, он как раз и должен быть для нас вот этим маяком. Вот как нам меняться? Или попробуйте его как-то конкретизировать? Я понял. То есть получается, что та цель, которую мы себе поставили, хоть она и тяжела в достижении в первый момент, но она, в принципе, когда мы ее достигнем, нам будет легче и комфортнее, чем было раньше. Поэтому мы не уйдем с этого восьмого шага обратно. Да, но я бы не называл это целью. Это не цель, это видение. И самое главное, видение у него нет конца. То есть мы же, вот, как знаете, можно ли стать достаточно agile? Когда это? Это процесс, он бесконечный. То есть это направление, в котором мы идем. И вот в этом смысле, что мы уже начали меняться, мы уже другие, мы уже по-другому думаем, по-другому действуем, в другие вещи верим. И нам от этого хорошо и прекрасно мы продолжаем развиваться. Спасибо. Как так? К сожалению, сейчас закрыть с вопросами. Может быть, я отдельно подойду? Ну, тогда поймайте меня в коридоре, я вот здесь сейчас буду мимо проходить и давайте тогда остальные вопросы обсудим. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.